Приветствую всех! JobSchool, с вами Довстон. И в сегодняшнем уроке мы с вами разберём такую тему, как путешествие в английском языке. Так как приближается лето, и мы должны обязательно подготовиться к нему, выучить пару полезных выражений. А перед началом видеоролика я бы попросил вас поделиться этим видео с вашими друзьями, кто хочет собираться за границу. И я думаю, это будет им очень полезно, и также приятно мне, что вы делитесь моими видео. А мы начинаем урок. По-английски «где находится» будет «where is». Не забывайте, что вам тоже придётся говорить. Повторяйте за мной слух. Where is – «где находится» – слово, которое также будет полезным – «ближайший». На английском это будет «the nearest». Ещё раз, «где находится» – это «where is» – «ближайший» – «the nearest». Давайте спросим, «где находится ближайший» – «where is the nearest». Попробуйте сказать это немного быстрее. «Where is the nearest». Окей, поехали дальше. Немаловажно запомнить слово, которое многим спасёт жизнь за границей. Это, конечно же, слово «аптека». Аптека по-английски имеет несколько названий. Одно из самых распространённых – это «chemists». Скажите, «chemists» – это аптека. Ещё по-английски аптеку называют «pharmacy». Повторяйте за мной. «Pharmacy». Такие вопросы обязательно нужно знать, потому что мало ли что может случиться при поездке за границу. Следующее слово также пригодится, если вы не хотите потеряться в незнакомой стране, или чтобы вам узнать какую-либо информацию о городе. И это всё дело, конечно же, находится на справочном столе. На английском это будет «information desk». Ещё его также называют «information bureau» – «справочное бюро». Зададим вопрос. Где находится справочный стол? Where is the information desk? Спросите это ещё раз. Where is the information desk? Как? По-английски будет «how». Как я могу – это «how can I». Скажите, как я могу. Добраться по-английски будет «get» – простое и короткое слово. Скажите, «get». Давайте спросим «как я могу». Как я могу – это «how can I». Добраться – «get». И у нас получается «how can I get». Туда – это «there». Логичный вопрос. Как я могу добраться туда? Например, вы спросили, где находится аптека. Where are the nearest chemists? Ему ответили. А теперь вы хотите спросить, как я могу добраться туда? Где находится это место? Окей, попробуйте задать этот вопрос по-английски. How can I get there? А на этом видео подход к концу. Если вам понравилось, обязательно в комментариях напишите, куда вы поедете, куда вы собираетесь этим летом. Мне будет очень интересно почитать. А мы увидимся завтра. See you tomorrow. Bye-bye.